Ребятушки, всем привет! Я Павел Городницкий, это Ахинея и Брахло, программа для тех, кто слушает мои длиннющие выпуски в два захода. Итак, Бензима берут в сборную Франции, Терштеги не сыграет на Евро, а Эрик Кантона вошел в зал славы АПЛ. Об этом сегодня говорить не будем, но зато сегодня у нас мощнейшие и свежайшие футбольные инфобомбы. А еще мои Брахлянские ответы на ваши гениальнейшие вопросы, их задавайте в комментах под хэштегом АйБ, либо у меня в паблике во Вконтакте, ссылка в описании, и я буду рад абсолютно всем. Рубрика «Самый кайф». Теперь у меня есть ответы на два популярных вопроса. Первый вопрос. Когда пойдешь на подкаст к Глебчику? Я уже сходил к Глебчику, два часа там провел, надеюсь, что все неинтересное Глеб вырежет. Мы поговорили про спортивные медиа, про палач, про какие-то крупные турниры. В общем, надеюсь, что будет фактурно. И второй вопрос. Когда пойдешь к Ничаю на футбольные сплетни? Тоже сходил. Там был Герман Эль Классика, Федя Маслов, Нича и я. Футбола не было вообще, была жесточайшая грязь. Я с ужасом жду релиза этого видоса, но, видимо, в ближайшие недели он, правда, выйдет. Рубрика «Что вообще происходит?» Вероятно, Ивица Олевич будет в штабе сборной Хорватии на Евро 2020. Для меня это шок. На момент записи видоса известно, что, вероятно, действительно, Хорватия заберет Олевича, а потом вернет. Причем, как это будет? Первый матч Хорватии, потом 16 июня старт сбора в ЦСКА. И как раз к сборам Ивица поедет уже руководить командой. То есть, он и на Евро толком не поучаствует, и с ЦСКА как-то будет странно воссоединяться. Все это загадочно и нелепо. Причем, я бы понял, если бы Олевич блистательно провел весну и сказал, так, смотрите, я вывел ЦСКА в Лигу чемпионов, вот у меня мечта поработать с Хорватией на Евро. Пустите, пожалуйста. Ему бы сказали, ладно, Ивица, у тебя штаб справится, первые сборы проведет, все нормально, ты крутой, ты красавчик. Но ЦСКА все просрал этой весной. Мне бы на месте Олевича было бы неудобно даже заикаться о Евро. А он такой, а, нормально, справлюсь, ничего страшного, многозадачность решает в 2021 году, я топ-менеджер, я думаю, что ЦСКА допускает, что мы отправляем Олевича на Евро, и потом он уже не возвращается. Возможно, уже ищут нового тренера. Помните, как было в Челси в 2018 году, когда Конте подготовил план тренировок для Челси, а ему сказали, Антонио, а ты уже не нужен, мы берем Мурицу Сари, ты свободен. Так и с Оличем, пускай себе пиздует на Евро, а ЦСКА возьмет, наконец-то, нормального тренера. Рубрика «Антикайф». Зинедин Зидан может уйти из Реала, когда Зинедин уходил в первый раз в 2018 году. Это было логично, объяснимо. Да, шок, но были аргументы, потому что он уходил на пике. Вот два с половиной интенсивнейших года он провел, выиграл три подряд Лиги Чемпионов, сказал, парни, никогда в жизни ни у вас, ни у меня такого не будет, я пошел. И тем более там были терки с Роналду. Сейчас уже не так логично, потому что взяли Зидана, когда он вернулся, сказали, Зинедин, ты можешь проигрывать все до конца сезона 18-19, мы уже засрали этот сезон, давай, будь лузером. И он там тестировал игроков, ну как примерно сейчас Гончаренко в Краснодаре. Потом взял Ла Лигу, но уже без подвигов в Лиге Чемпионов. И сейчас сезон вообще без трофеев. И если Зидан уйдет, получается, что он сдался. Вообще у меня есть три версии, почему Зинедин задумался об уходе. Чисто из принципа. Если ты тренируешь мадридский Реал и ничего не выигрываешь, ты должен свалить. Во-вторых, возможно, Перес ему не дает бюджет, потому что у Реала есть какие-то финансовые проблемы очевидные. И Зидан думает, блин, мне нужно обновлять команду, она уже все, она уже просто выдыхается, а у нас нет денег, и как я буду этим руководить, невозможно. Либо, третья причина, возможно, опять же. Он понял, что все, что ему нужно перестраивать команду, а он херовейший менеджер. И Зидан себе в этом признался, что он в 2019 году тотально завалил трансферную кампанию, играл теми же лидерами и очень медленно обновлял состав. И он подумал, ну сейчас постареет Кросс, Модрич окончательно, Рамос, опять же, либо уйдет, либо все будет на травме постоянно. Так что лучше-ка я отсюда свалю. Я не буду позориться, свое честное имя не запятное, лучше я отдохну, опять же. Куда идти Зидану? Смотрите, говорят про Ювентус, это интересно, но там опять же нужно перестраивать команду, там просто нужна революция. Я не думаю, что Зинайдин с этим справится. Он в первую очередь классный тренер, а не какой-то менеджер. И еще говорят про сборную Франции, но там куча факторов должны совпасть, чтобы он после Евро возглавил сборную. Если Дишам обосрется, то возможно. Если нет, если будет, например, полуфинал, то я не думаю, что Зидан пойдет во Францию. Скорее всего, опять же, дождется, пока у Реала будет кризис, и через полгода, через годик, третий заход в мадридский Реал. Кто будет новым тренером Реала, если Зидан все-таки уйдет? Есть три кандидатуры. Аллегри, Рауль и Йохим Лев. И я, как адекватный человек, все-таки считаю, что Массимилиан Аллегри заслужил больше всех, что он ждет, когда Реал предложит ему контракт. Но последние инсайды говорят о том, что если Зинайдин Зидан сам не подаст в отставку, Перес не будет его увольнять, даже при условии нуля трофеев. Так что все зависит от Зидана. Я лично хотел бы, чтобы он остался. Кстати, 22 мая играют последний тур в Ла Лиге, и в 19 часов зарубятся Реал и Вилья Реал у Наи Эмри. Крошечные шансы у Зидана остаются на титул в Испании. Моя ставочка уже на экране, и я сделал ее у моих легальных партнеров из паримача. А еще у паримача есть горяченная. Обжигающая акция бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет. Самое главное, проходите верификацию до конца, чтобы срубить максимальнейший бонус. А еще изучайте все условия по ссылочке, которая лежит в первом закрепленном комментарии. Потому что сайт паримач теперь работает молниеносно, и приложения там идеальнейшие. Теперь к трендам. Игорь Денисов начинает раздражать. Три года назад Игорь дал огромное интервью Дудю, и там просто они охватили все темы. Но, как обычно, Юра полностью справился с задачей. Потом этой весной вышел фильм, так называемый Спорт Экспресса, где был монолог Игоря Денисова и еще нескольких личностей, которые сыграли какую-то роль в его судьбе. Там было минимум новой фактуры, но вот про локомотив Игорь поговорил. И теперь Денисов пошел в подкаст к Сычеву и Казанскому. И там, опять же, нуль новой информации о футболе. Только акулы, шахматы, еще он там поухмылялся, чай попил, хорошая атмосфера. Но в плане новой информации ничего. Потому что, опять же, Спалетти, Анжи, Душ, Черчесов и так далее. Но Игорь Денисов не был бы Денисовым, если бы не вляпался в очередной скандал. Потому что он вспомнил 2008 год, когда за день, кажется, за сутки до финала Кубка УЕФА огласили состав сборной на Евро 2008 года. Там не было Игоря Денисова, потом Денисов забил в финале Кубка УЕФА. Первый победный гол в ворота Рейнджерс. И все, дик адвокат сказал, Игорь, готовься. Позвонил Бородюк из штаба сборной России и сказал, Игорь, приезжай. И по словам Денисова, он в тот момент, когда ему звонили, пил вискарь с Радимовым. И по-ковбойски ответил, я не поеду, идите нахуй, надо было нормально меня звать. Что сказал Бородюк? Что Денисов тотально соврал. Что на самом деле он просто сказал, я не приеду, не буду объяснять почему. А уже спустя неделю стоял с опущенными глазками вместе с агентом и пытался уговорить гусяру Ивановича Хитинга все-таки затащить его на Евро. Я раскаиваюсь, простите, пожалуйста. Я буду в состоянии аффекта. Но Гус Хитинг такого не прощает. По моей информации, прав здесь именно Бородюк. Потому что тот же Бородюк в 2015 году, когда я написал в Спортэкспрессе, что Денисов его послал, очень обиделся. И через Илью Казакова попросил меня с ним объясниться. И потом по телефону мне подтвердил, что Денисов его не посылал. Какой резон Бородюку об этом говорить? Видимо, он выгораживал Игоря. Не хотел, чтобы думали, что Игорь Денисов неадекват. Но он действительно неадекват. И уже сам Бородюк нам всем говорит, что Игорь забрался. Но больше всего меня бесит, что под подкастом Денисова на канале Сычева и Казанского пишут, ой, Игорь такой правдоруб, он такой принципиальный, он, возможно, не во всем прав, он ошибается. Но он такой честный. По-моему, Игорь Денисов реально не совсем в себе. Потому что, как он говорил про Евро 2008 года, что вот там каких-то жмуров набрали в заявку, а меня, игрока основного состава «Зенита», клуба, который выиграл чемпионат России, который выиграл суперкубок России, и Кубок УИФА, меня посмели не позвать. И может такая сложиться иллюзия, появится иллюзия, что Игорь Денисов в 2008 году был просто железобетонным игроком сборной России, а его прокатили мимо Евро. Я бы понял, если бы Киржаков, например, обиделся, потому что он зарешивал в том отборочном цикле, его тоже не позвал хитинг на Евро, но Киржаков нормально отреагировал и даже болел за сборную в Австрии и Швейцарии. А Денисов ни одного матча на тот момент за сборную России не сыграл. Его дебют в октябре 2008 года против Германии. До этого он не выходил на поле в футболке сборной России, но думал о себе дохренище. Это типичнейший Денисов. Когда вы говорите, он такой принципиальный, он такой честный, имейте в виду, что это полная чушь. Кажется, Максим Мухин переходит в ЦСКА. И начинается эта волна в Твиттере, я читаю, да как он мог, его локомотив из какого-то говна достал, он сыграл в Лиге Чемпионов, локомотив все ему дал. Опять же, может появиться мысль, что Мухин, воспитанник Лока, но ни хера подобного он в этом клубе оказался год назад, и сейчас у него зарплата 150 тысяч рублей, ЦСКА предлагает 4,5 миллиона рублей в месяц, соответственно, Мухин жужжит и так летит в ЦСКА и говорит, ну привет, конюшня, как твои дела, и это абсолютно логично. Локомотив просто из принципа считает, мы не должны сами у себя покупать футболистов, потому что есть агент Шпенев, который говорит, если вы хотите заключить с Мухином новый контракт, пожалуйста, давайте комиссию, подписной бонус, и в локомотиве, естественно, возмущаются. Но в принципе, нездоровая ситуация, когда у Шпенева, какие есть клиенты в локомотиве? Рифат Джамалединов, Мухин, Баринов, Миранчук и так далее. Когда один агент контролирует целый пул футболистов, это уже ненормально, и локомотиву нужно разруливать именно эту ситуацию, а не говорить, а, Мухин, предатель, рвач и так далее. Я не очень верю в будущее Мухина в ЦСКА, но он вполне может там заиграть, и я понимаю, почему он перешел, потому что он себя ощущает уже игроком стартового состава топ-клуба РПЛ, и он хочет зарабатывать больше, а локомотив просто жмется, ну потому что так типа не принято. Надо было просто потратить бабки. Илья Лантратов может оказаться в ЦСКА. У Ильи суперские вообще данные, он высокий, прыгучий, хладнокровный, с реакцией тоже все норм. Есть какие-то микропробелы во вратарской технике, в такой базовой, мы их увидели, например, когда Спартак забивал Химком победный гол, там Ларсен просто качнул, и Лантратов оказался в полупозиции. Но есть важный минус при переходе в ЦСКА. С одной стороны, это, разумеется, шаг наверх, потому что ты в таком большом клубе, все супер у тебя, но я так подозреваю, что Игорь Акинфеев будет играть в футбол еще 2-3 года минимум на этом уровне. И все это время Лантратов будет сидеть за спиной Акинфеева и в лучшем случае выходить в матчах на Кубок России. Там появилась групповая стадия, но это не так важно. Если ты проводишь 2-3 матча в год, ты неминуемо просто киснешь и думаешь, блин, ну когда же Игорян уйдет? Лантратову в этом году исполняется 26. Если бы ему было, например, 20, можно было бы посидеть за спиной Акинфеева. Но если тебе 26, с огромной долей вероятности ты станешь вторым Чубчуговым, а это ужасно печально. Артем Дзюба дал огромное интервью. На канале Грустная передача о футболе вышло двухчасовое, реально монструозное интервью. Я так понял, что Артем Дзюба ходит только к тем, кто к нему лояльен. Антон Ванюшов и его селфи-палка были несколько месяцев, даже лет назад. Потом Тина Канделаки, когда они вместе обсирали Василия Уткина. А сейчас грустная передача о футболе Петровский и Погорелов. И я некоторых вопросов просто не услышал. Например, у Дзюбы не спросили, из-за чего он подрался с Ладыгином, а вернее, втащил Ладыгину после матча Краснодар-Зенит в 2016 году. Или так и не узнали. Там был целый блог про то самое видео, но не узнали, кому же Артем отправлял этот ролик. Не было такого вопроса. Так что получился ламповый подкаст, когда два ведущих такие, ой, Артем, ну ты, конечно, молодец, да, руку-то на стол положи. Вот все подъебки были про эту руку, которая, блин, устарела еще в ноябре 2020 года. Но они такие, типа, мы можем над тобой пошутить, но все равно мы очень доброжелательные пупсики. Содержание там, ну, на пару страничек А4 или на одну расшифровку на сайте sports.ru можно не смотреть. Рональд Куман все-таки чепушило. Я поспешил, людей насмешил, назвал Рональда Кумана Куманом, а не Макдональдом. А он оказался абсолютнейшим бездарем, потому что он безобразнейший. Завалил финиш сезона, просрал гранаде, сеть. Он выиграл кубок, лег на диван и подумал, а, пусть там эти Реал и Атлетика бьются за чемпионство, мне ну нахер не нужно, я больше по кубочкам. Он настоящий лох, потому что в начале сезона он выгнал, вышвырнул из Барселоны Суареса. И кто же решает исход чемпионской гонки? Конечно, Луис Суарес, а Куман такой сидит, меня скоро уволят, но мне не стыдно за свою работу. Полный бич! Александр Киржаков может возглавить Нижний Новгород, причем это желание руководства то ли города, то ли области. Очень они хотят видеть у себя главного русского бомбардира. Пока что, пока что Дзюба его не обошел. До этого я слышал про Дмитрия Оленичева, тоже так себе вариант. Но еще раньше был сценарий, что Нижний Новгород примет Вадим Евсеев. И если я был бы боссом команды из Нижнего, я бы сказал, Вадим, пожалуйста, давайте, Вадим Валентинович, примите команду, потому что только вы справитесь задачей, чтобы мы не вылетели в первый же сезон. Очевидно, что если Нижний Новгород не смог по спортивному принципу отобраться в РПЛ, ну то есть занять первые два места, одно из них, то ему будет очень тяжело в вышке. Они зовут Киржакова, который только красочно ныл из-за того, что судьи прибивали Томь, но с Томью так и не спасся. Обычная совершенно невыдающаяся работа в Томске, тем более его там подсиживали какие-то помощники, он вообще не знал, что с этим делать. Я не понимаю, как его можно назначать в Нижний Новгород. Это какая-то пиар-акция в духе приглашения картавого ника в ФК Сочи. Надо брать Евсеева, пока не поздно, хотя пока этот выпуск выйдет, возможно, уже официально назначат Александра Киржакова. Андрей Лунев может уйти из «Зенита». Самый странный слух этой недели. Андрей Лунев пока не подписывает новый контракт с «Зенитом», он вроде бы хочет 1,8 миллиона евро, и вроде как в Италии заинтересовались Андреем. Болонья и Торино. Они, конечно же, никакие 1,8 не дадут, но может быть сам Лунев решит, мне нужен вызов, мне пора выходить из зоны комфорта. Я себе никак не могу представить Лунева в Италии, но я и Кокорина сегодняшнего в Италии представить не мог. Видимо, какая-то русская мафия проникла в итальянский футбол и разваливает его изнутри, иначе я ничем не могу объяснить, откуда столько игроков из стран бывшего СНГ. Короче, я все равно настаиваю на том, что Лунев скорее подпишет новый контракт с «Зенитом», или перейдет в другой клуб РПЛ, или окажется в Турции, потому что там ему насыпят эти 1,8 миллиона евро, в общем, станет кем-то вроде второго Кузяева. Но Италия, не смешите. Барахло, ваши пенопластовые вопросы, мои поролоновые ответы, не забывайте подписываться на мой канал и бить колокольчик, потому что скоро евро, и если здоровье мне позволит, мне все-таки уже много лет, 78, я отработаю этот евро на максимуме. Веришь, что Пеняев может перейти в Барселону? Он может подписать контракт с Барселоной и уехать в аренду, например, в Химке. Это как поступить в Гарвард, научиться в заборостроительном техникуме. Это тоже такой филиал Гарварда, но он в России, в Подмосковье, бывает такое. Как я вижу ситуацию, Пеняев это самый распиаренный русский талант. Его продвигает лично Павел Андреев, который хочет очень много денег. Он хочет и подъемные, и бонусы, и какие-то комиссии, и все остальное. Поэтому клубы РПЛ, так скажем, средней руки, не могут себе позволить полноценный трансфер Пеняева. Я думаю, что в Химке он перейдет только с условием, чтобы Пеняев играл какое-то количество минут. Как он играл в ФНЛ? Его реально не били по ногам. Я не знаю почему, у меня нет объяснения. Короче, пока что это такой огромный пузырь, и я не исключаю, что, например, через 10 лет мы будем говорить, а, помните, такой был Пеняев, Ман Юнайтед, Барселона, а сейчас Скахабаровска. Вот такой вот был талант. Жалко ли тебе Оренбург? Мне ни капельки не жалко Оренбург, потому что сейчас они включили режим жертвы. Ой, у нас и так не ходят эти 10 тысяч, ну куда нам такой большой стадион? Это же просто грезная, вонючая манипуляция. Потому что помимо вместимости, там есть куча еще недостатков, и все футболисты РПЛ вам не под диктофон скажут, что самый говеный стадион, с самой убогой инфраструктурой именно в Оренбурге. Они ничего с этим не делали, думали, а, ну была же пандемия, нам сдвинут дедлайн, нас пропустят. Не пропустили. Большие молодцы, когда говорят, ну спортивный принцип, надо же уважать. Нет, херня полная. Если вы хотите, а у нас же большинство людей хочет, чтобы русский футбол лжил по законам, а не по понятиям, все никакого вообще Оренбурга. Уфа и Арсенал расписали ротор? Конечно же нет. Изначально, если бы даже эти матчи состоялись в одно и то же время, я убежден, что как-нибудь там после перерыва вышли бы позже, или на скамейке бы знали все исходы, и подстроились бы под результат матча ротор-рубин. Ротор сам мог все зарешать, если бы выиграл у Рубина, но он пропустил, и там Рубин еще такие они, блядь, пойдем еще им забьем. Короче, ротор не дотерпел, а теперь говорит, о, это Лига Приколов, мы будем обращаться в суд. Я думаю, что так и так Арсенал отдал бы этот матч Уфе, и мне теперь будет еще интереснее смотреть за противостоянием Уфы и Арсенала в следующем сезоне. Уфа, возможно, отдаст долги. Кстати, у меня много раз спрашивали, а почему в УфНЛ спустили именно Ротор, а не Арсенал или Уфу? Чем они лучше? Чем они лучше? Объясняю. Тем, что Арсеналом много лет рулит один и тот же человек, одни и те же люди. Так же и Софой. Да, Гатизов уходил в Спартак, но все равно его система оставалась в Уфе, и сейчас он вернулся, и понятно, с кем договариваться. Если что, Ротор, там все хаотично, там мамука, там еще какие-то люди, и если тебе нужны будут железо-бетонные три очка, то непонятно, кому обращаться. Ротор в этом плане ненадежная организация. Так мне это все объяснили, я считаю это конспирологией. В этой объективной стройке Уфар, Синал, Ротор, Ротор был тупо слабее всех. Чего ждешь от Заболотного в ЦСКА? Я начну все равно с Соломона Рандона, потому что ЦСКА от него избавился, и по-моему это очень глупое решение менеджмента ЦСКА, потому что, да, болельщики там говорили, что вот он пассивный, не бегает, не борется, но Рандон играл так всю жизнь, самое главное, что у него есть так называемое голевое чутье, термин с 2003 года, но все равно он знает, где оказаться, чтобы вонзить решающий мяч, или даже отдать ассист, и еще в ЦСКА он растряс Чаловой, да и статистика у Рандона тоже была нормальная, 4, кажется, плюс 2, то есть 6 очков по системе гол плюс пас, на общем фоне, окей, сойдет. Ну, ему сказали, Соломон, иди-ка ты нахер. И теперь вместо Рандона взяли парня, который, когда чувствует малейшее психологическое давление, а в ЦСКА оно будет, он все-таки оказывается под одеялом, он дрожит, у него зубы так стучат, блин, блин, я не справляюсь, в Сочи все классно у Антона Заболотного, потому что всем похеру, забьет, не забьет, в ЦСКА нужно обязательно забивать, там даже Чалова с Хавали, который еще молодой, который выдал сезон, потом он не смог закрепиться на этом уровне, но все, Федя, все, у тебя нет спортивной злости, у тебя нет характера, ты бестолочь, какой еще Кристал Пелос, какая Англия, Федя, ты слабый, как там будут хейтить Заболотного, я себе даже не представляю, я прогнозирую, что в сезоне 21-22 Антон Заболотный забьет меньше шести мячей, если не будет, конечно же, исполнять пинаюти. Какой онлайн-кинотеатр ты посоветуешь? По контенту, конечно же, премьер, потому что там выходят лучшие, мои самые любимые русские сериалы, Колл-центр, Игра на выживание, легендарнейший взрыв, поэтому подписку на премьер я отменю последний. С точки зрения качества интерфейса и плеера, без шансов для остальных, кинопоиск, потому что там плеер такой же удобный, как на ютубе, там есть кнопочка пропустить заставку, там кнопочка сразу же следующая серия, там можно посмотреть всю информацию про актеров и так далее, кинопоиск реально тащит. Кстати, промо-коды на кинопоиск очень часто мелькают у меня в телеграм-канале, ссылочка лежит на него в описании. Худший кинотеатр, для меня это Иви, хотя я начинал с Иви еще в далеком 2011 году, потому что с телефона там было приложение, у меня был LG Optimus One, и я с него смотрел фильмы и думал, блин, будущее наступило, но там сейчас критически мало классных эксклюзивов, вот реально, я не помню, чтобы я там что-то врубал. Если бы у тебя была возможность задать один вопрос Тине Канделаки, какой был бы этот вопрос? Вопрос из одного слова. Зачем? Если продолжить, если как-то расширить, зачем вам Матч ТВ? Канал не развивается, вас все ругают, у вас куча скучных обязанностей, у вас уже есть деньги до конца жизни, зачем вам это? В чем ваш челлендж? Объясните, пожалуйста, Тине Канделаки. Почему Анчелотти убрали из Реала после 10-й победы в Лиге Чемпионов? Расскажи подробнее. Видимо, автор вопроса не застал сезон 14-15, хотя этот сезон был совсем недавно, я его прекрасно помню. Тогда Реал действительно за год до этого выиграл Лигу Чемпионов, вдохновился и начал всех раскидывать. Там была какая-то турбо-серия матчей, в которых Реал забивал, там был какой-то рекорд, типа 50 игр подряд Реал обязательно забивает. А потом наступает 2015 год, 4 января Реал Мадрид проигрывает Валенсии и с этого момента все вообще валится, потому что Реал вылетел из Кубка Испании и проиграли Атлетик и Мадрид. Потом Реал получил от Атлетика 0-4 в чемпионате, потом проиграл еще и Барселоне, вылетел из Лиги Чемпионов от Ювентуса, да, там была какая-то упорная борьба, но все равно ни одного трофея, поражение от главных конкурентов и Флорентино Перес решил, что спасибо большое, Карло, но ты свободен. Я прекрасно помню, как уволили Анчелотти официально. Я был в зале, например, полтренировки у меня прошло, тут же вылетаю из зала, собираюсь, одеваюсь и еду писать колонку про Анчелотти. В чем была мораль? Дело в том, что Анчелотти тогда сказал, что да, меня убрали из Реала, но сейчас я беру паузу, потому что у меня проблемы со здоровьем, у меня вот так вот трясутся руки, тремор, мне нужно сделать операцию в Канаде. Я написал какую-то ультрадушевную колонку, что Карло, ты король, ты лучший пупсик на свете, и сейчас у тебя будет операция, а потом ты уже не трясущимися, твердыми руками поднимешь Кубок Чемпионов, к сожалению, не вышло, и сейчас Анчелотти чалится в Эвертоне, и это очень грустно. Рубрика «Маленький квиз». В прошлый раз я спрашивал у вас, кто играл в Германии, в Южной Корее, в Израиле, но тренировал только в двух российских городах. Этот квиз не вызвал вообще никакого ажиотажа, потому что людям, вероятно, лениво думать, и еще потому что ответ Геннадий Степушкин. Да, были правильные варианты в комментариях, но все равно это персонаж из андеграунда, он работал тренером в Ростове много-много лет, и еще один сезончик в Липецке. А теперь новый вопрос. Этот человек играл в «Зените» и под номером Роберто Карлоса, и под номером Зидана. О ком речь? Пишите в комментарии. Сегодняшний привет летит в город Сургут. Давным-давно я не передавал приветы. Вот сегодняшний такой прямо пухлый, пламенный, огненный, как шаровая молния летит в Сургут. Подписывайтесь на мой канал, бейте в колокольчик, пишите комменты, задавайте вопросы под хэштегом Айбе, ставьте лайки, дизлайки. Чао! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok